Здравствуйте! Сегодня закончен разговор о применении дезинфицированных веществ в грибоводстве. Итак, сегодня я расскажу о применении спирта, лизоформина и есть такой препарат, сейчас новый, появился у нас на рынке, дутрион. В этом году было проведено исследование на базе лаборатории этого препарата, он был любезно предоставлен дистрибьюторами этого препарата. Им было интересно проведение исследования относительно использования этого препарата в грибоводстве. Значит, о богвате применения этого препарата я расскажу сейчас, чуть позже. И вот то, что вы видите от меня справа, чуть позже поговорим о, будем делать сбор урожая королевской вешенки. Итак, препарат лизоформина. Этот препарат незаменимый вообще в грибоводстве. Если вы спросите меня, чем обрабатывать поверхности при посадке, чем обрабатывать одежду, перчатки и инструментарий, которые вам необходимы, я однозначно отвечу, что этим препаратом является лизоформина. На этом есть несколько причин. Первая из этих причин, это то, что этот препарат имеет исключительно тот профиль уничтожения тех, именно тех патологических грибов, которые не нужно их попадание нам именно в наш субстрат. Второе, это стоимость этого препарата. Она позволяет очень широко применять этот препарат, начиная от обработки перчаток и одежды, заканчивая обработкой помещений. И, в принципе, можно этот препарат даже использовать. Я рекомендую использовать перед перфорацией самих грибных блоков. Когда происходит прорезание пленки, желательно сделать обработку вот этих грибных блоков предварительно лизоформином, то есть по целой пленке, для того, чтобы в дальнейшем не попадала инфекция внутрь самого блока. Итак, из чего же состоит этот препарат? Основным ингредиентом или составляющим этого препарата является глутаровый альдегид. Скажем так, ну, скажем проще. Основной составляющей этого препарата является формалин. В многих странах применение формалина вообще в обработке, особенно в производстве шампиньонов, запрещено. Но применять для обработки субстрата или внесения его в каких-то количествах субстрат, это абсолютно исключено, потому что препарат содержит формалин, он это ядовитое для человека вещество, и применять его для обеззараживания субстрата абсолютно категорически не рекомендуется, я бы даже сказал, запрещено. Но для того, чтобы обработать рабочие столы, для того, чтобы обработать перчатки, для того, чтобы обработать одежду, этот препарат вполне приемлемый. Значит, как мы будем его использовать? Для того, чтобы нам приготовить рабочий раствор, нам будет необходимо сделать следующее. 20 мл препарата визоформин вносится в 1,5 л воды. Такое количество нам позволит сделать 0,75% концентрацию этого раствора. Это будет вполне достаточно для того, чтобы этот препарат имел высокую активность относительно нежелательных грибов, которые будут попадать, могут попасть в результате посева в вешеную. Как мы будем дальше использовать? То есть, лучше всего я рекомендую взять 1,5 литровые баклажки от сладкой воды, к ним покупается вот такая вот насадка-распилитель, вы даете 20 мл лизоформина, добавляете водой, и у вас получается готовый рабочий раствор. Желательно его не разводить, то есть всю емкость одновременно, желательно постоянно готовить его свежим. Он имеет голубоватый оттенок. Со временем этот препарат, когда какое-то время ускорит, он будет делаться коричневого цвета. Итак, из положительных факторов, которые есть у этого препарата, чем он отличается от других, тех, что можно использовать, это стоимость. Аналогичные препараты такого класса, они будут стоить в 2-3 раза дороже. То есть, относительно стоимости, это более приемлемый такой вариант. Относительно самого вещества, он имеет в себе такой ароматизатор, который имеет довольно-таки приятный запах и намного лучше, чем, например, хлорка, которая, попадая на руки, потом воняет 3 дня, и этот запах невозможно смыть. И еще один положительный фактор, то, что он, попадая на одежду, не оставляет белых пятер, и еще один положительный фактор в том, что его можно использовать в больших количествах, разводить и, то есть, спокойно себе обрабатывать поверхности. То, что этот препарат прекрасно уничтожает, можно посмотреть предыдущие публикации, этот препарат прекрасно уничтожает, например, триходерму, пенициллины, какие-то активные мицеты, и в то же время оставляет место для роста мицелия бешенки и тех грибов, которые нам будут необходимы, которые мы выращиваем. Теперь, относительно самой техники, как мы будем работать. Ну, здесь все предельно просто. Распылитель распыляется на перчатки. Желательно это делать при посеве каждые 2-3 блока, если вы сделали посев, обязательно обрабатывать перчатки, и в то же время после каждого контакта с необработанными поверхностями все равно нужно обработать перчатки. И еще дам один совет. Прекрасно сделать следующее. Если вы находитесь в одежде, желательно, чтобы эта одежда все-таки была какой-то фартук, фартук, чтобы был прорезиненный, и перед тем, как приступать к самому посеву, желательно сделать вот такую манипуляцию этим же визопомином, обработать на себе одежду. Это исключит осыпание, спор и самих грибов, которые могли попасть на эту одежду. Это исключит их попадание. В то же время одежда обеззаражена, вам может более спокойно работать, и это принесет более безопасный и уверенный результат. Вот еще находится одна такая емкость на столе. Вот это есть спирт. О спирте я уже рассказывал, можно тоже посмотреть предыдущую публикацию относительно спирта и применения грибовозда. Я считаю, не совсем, то есть совсем не оправданным применением такого препарата. Грибовозда. Это не совсем то. Единственное, что нужно отметить, я делаю вот такой вот раствор, одна четверть этого лизоформина на три четверти спирта. Получается вот такая вот грибучая смесь голубоватого оттенка, которая, в принципе, решает все лабораторные вопросы. То есть, обработанные таким средством посуда, инструментарии, еще что-то, ну, сто процентов можно будет быть уверен, что они обеззаражены на том уровне, который нам необходим. И сейчас идет проработка одного такого интересного материала, то есть, производства мицелия нулевой генерации в больших объемах, скажем, для предприятий. Здесь стоят свои технические некоторые проблемы, потому что нужно работать в основном из маточной культуры, первого пересева. Таким образом, нужно получать большое количество самого посевного материала и приходится работать уже не с чашками-пробирками, а приходится работать в основном вот с такими пол-литровыми емкостями и проводить дезинфекцию этих, когда уже находится внутри биологический материал живой, проведить дезинфекцию не совсем просто, не совсем решимая такая задача. И вот, в принципе, использование вот этого такой гремучей смеси спирта вместе с лизоформином позволяет вот решить эту техническую задачу. Приблизительно речь будет идти в следующем, что посевы культур делаются на больших таких объемах и обработка вот самой... при посеве вот на такой банк обработать вот эту поверхность не так просто, например, как это было бы в случае пробирки. Вот для этого будет применяться вот этот препарат и его очень положительное свойство, которое будет позволять нам в дальнейшем, в связи с тем, что у него есть вот такой вот хороший фактор, это средство позволит нам использовать вот такое свойство для того, чтобы обрабатывать вот эти банки. Так, еще, если возникнут какие-то вопросы относительно работы с этим препаратом, их можно добавить в комментарии, но я постараюсь ответить на все вопросы, которые вы будете задавать. Относительно лизоформина, я скажу, что применять в грибоводстве это более всего оправдано. Самый дешевый препарат, из одного литра получается множество рабочего раствора, и этот рабочий раствор, если взять большим объемом распылитель, то есть 5 или 10 литров, или 20 или 50 литров, можно обработать в помещении в период карантина, в период, то естественно, обработка производится только тогда, когда в нем отсутствуют грибные блоки, и для дезинфекции самого помещения, чтобы устранить из него грибы, патологические, которые нам там не нужны, можем применить этот препарат, после этого применяется очень интенсивное проветривание, и помещение может быть, опять же, готово к своей работе. Ну, скажу на 100%, что проверялся этот препарат на всех видах грибов, то есть негативных грибов, которые нам не нужны, это даже те грибы, которые растут по углах на стенах, там в ванной, в помещениях, там где излишняя влажность, если провести обработку вот этим препаратом несколько раз, эти грибы, само собой, устраняются. Вот. И в заключение, хотелось бы еще сделать такое вот поступление, если вам будет интересно, вы можете послушать, если не интересно, переключайтесь дальше. Значит, почему такие сложности, почему такие сложные препараты будут применяться для того, чтобы обрабатывать субстраты, обрабатывать поверхности в грибоводстве? Все дело в том, что здесь нужно рассказать одну интересную такую притчу о советском здравоохранении. Все это знают, не все это знают, а те люди, которые выросли при советском времени, они знали один такой момент. В отделениях родильных домов, там где происходит рождение детей, был очень строгий карантинный такой, ну, скажем, не строгий, а строжайший такой режим, когда в отделениях, куда не допускались посторонние люди. Это нам сейчас всем привычно, когда мы смотрим фильмы, уже у нас сейчас тоже стало таким вот образом, что посещение рожениц в этих отделениях абсолютно доступно. Люди приносят подарки, приносят цветы, люди новорожденных на руки, и это все считается нормальным. Но лет 20 назад попадание в такое отделение было категорически исключено. То есть извне в это отделение не приносилась никакая флора. В этих отделениях создавались определенные условия, ну, как говорится, святое место пусто не бывает. Очень интенсивная обработка этих помещений, очень такой карантинный режим, когда не попадали посторонние бактерии, создавали такие условия, когда в пространстве не существовало конкурентов. А если конкурентов не было, то в этих местах развивалась патологическая инфекция. И после тех случаев, когда было множество, большое количество, например, заражений или внутрешнебринительной инфекции, начали, проводились исследования санэпидемстанций, и посевы в этих отделениях говорили о следующем. Когда нету конкурентной флоры, развивалась патологическая внутрибольничная инфекция, которая не просто развивалась в самом отделении, она просто въедалась в стены. Избавиться от этой проблемы можно было только тем образом, когда в отделении просто нужно было сбивать штукатурку, потому что вот эта инфекция, которая была опасна даже для человека, она въедалась в стены, она въедала штукатурку на такую глубину, что избавиться от нее можно было только механическим таким вот способом, просто избавляясь от старой штукатурки, нанося новую. И таким вот образом, вроде бы на первый взгляд, логический такой вот ход приводил к тому, что давал негативные результаты. То же самое у вас со временем будет происходить в вашем влюбленном хозяйстве. Чем больше вы будете работать над чистотой, чем больше вы будете обрабатывать поверхности, тем больше у вас места остается для конкурентной флоры. То есть в чистом вот этом виде будут развиваться разные грибы, разные бактерии, они будут поселяться и рано или поздно вы скотнетесь с тем моментом, когда на первых порах все казалось просто и не было необходимости в таких кардинальных каких-то обработках, а со временем вы увидите, что необходимость в серьезных препаратах наступит. Вот эта необходимость и вы в это время садитесь за интернет и начинаете ай-яй-яй. Что же делать, как обрабатывать столы, как обрабатывать руки, что делать. У меня полностью инфекция, у меня все там, какие-то брака стало больше, чем вот раньше. И вот в это время вам нужно будет, если вы найдете правильную информацию, попадете на, скажем, наш канал Фадима Шунсков, здесь вы окончательно услышите окончательный ответ, что применение вот такого препарата даст вам самый лучший результат. Если у вас нет такой необходимости покупать этот препарат в таких больших объемах, то есть 1 литр стоит соответствующий, ну это так как концентрат, но стоит там определенная сумма, это где-то 35-40 долларов, то вы можете покупать его в небольших пакетиках, там по 20 мл, эти 20 мл возводите на 1,5 литра воды и будете применять этот препарат для дезинфекции в вашем пленном хозяйстве. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь, пишите документы. А относительно Лисфомина пока все.